здравствуйте уважаемые зрители и подписчики меня один подписчик спросил и наверное это многих волнует почему у вас так много одноклассных тракторов и как вы их используете и зачем это вообще нужно и вас же всего лишь два человека и как вы можете на этих всех тракторах работать вот я вам привяжу приведу сегодня проблему что у нас даже не хватает трактора вот представьте себе смотрите вот один трактор стоит на кормораздатчики это сейчас он замешает корма и раздаст их на линии кормления у коров значит потом нужно будет до раздать корма в течение дня может быть в конце дня вот да в это время можно принципе трактор отцепить но потом придется все равно прицеплять чтобы опять готовить корма прицепление но не сказать что оно такое трудное но все равно это минут 15 нужно провозиться дальше один трактор стоит он видите 82 стоит агрегатирован с резчиком соломы раз четыре дня мы режем солому для подсилки в боксы коровом значит тоже нужен трактор чтобы это все было прицеплено если его отцеплять каждый раз тоже можно в принципе но опять-таки смысла нет потому что этот трактор для для тех целей которые сейчас назову не подойдет вот вот этот трактор я вчера косил рожь и сегодня мне надо продолжить докосить поле зачем мне его отцеплять так это мощный трактор ант дальше ну погрузчик здесь всегда в хозяйстве он грузит рулоны в кормораздачек продает рулоны сенажа все все время занят перевозит биг-беги зерном и так далее это всегда в работе вот зумлеон он стоял раньше на кормораздатчики сейчас прицепили вот к этому вот прицепу на нем будем возить рулоны сенажа он раньше возили навоз сейчас его почистим и будем возить рулоны сенажа вот значит он уже будет занят тоже на перевозке хотя сюда хотелось бы прицепить более мощный трактор но более мощный трактор во-первых будет вот этот вот с вот этим длинным прицепом на перевозке Сенажа сегодня или завтра будет работать МТЗ-1221, который у нас есть который будет с фронтальным погрузчиком он же будет грузить рулоны в поле вот а еще один Ант сейчас покажу он сагрегатирован с сейлкой которая сейчас тоже нужна сагрегатированная там же не так просто прицепить сейлку провести провода все подключиться к электричеству и так далее вот настроить там высоты подъема дышла каналы гидравлики и так далее вот здесь трактор стоит с сейлкой соседу нужно помочь посеять 20 с чем-то гектаров проса вот это будет Дима заниматься, вот он стоит еще один Ант то есть все трактора в принципе заняты и вот сейчас бы нужно было бы возить сенаж на тяжелом прицепе с агрегатированием канту а он занят сейлкой понимаете вот уже уже как бы не получается и вот такие вот такие моменты они на каждом шагу то есть сегодня например не хватает одного трактора большого для перевозки сенажа а после того как я сейчас покошу я приду прицеплю пресс-подборщик на первом на втором Анте на нашем который сейчас на косе отцеплю косу хотя в принципе можно было бы если бы был еще трактор не отцеплять косу чтобы она была уже тоже настроена и работала на этом вы скажете это роскошь вот так вот не отцепляться а работать на на каждом на своем агрегате это не роскошь это ты сел поехал знаешь что у тебя все уже настроено все проведено вот например у этого пресса нужно провести не просто провод а нужно еще подключить провода к аккумулятору не просто в розеточку пихнуть прикуриватель а нет подключить к аккумулятору клеммам прикрутиться потом открутиться и так далее то есть это целая история как бы это не так все просто вот поэтому вот этот вопрос агрегатирования он важный и конечно можно обойтись вообще одним трактором все время бегать с поля, перецепляться опять ставить и так далее, можно вот на этом тракторе мы возили семена на поле, на посев вот, сейчас отцепимся вот будет он возить сейчас сенаж вот, но чтобы вы понимали, это и особенно это важно если есть много тракторов, как раз когда у вас мало людей вот, у нас в этом году сейчас, вот работник который у нас заболел, вот он на перевозку сенажа, он способен то есть у него есть здоровье вот он придет, будет нам помогать а так вообще так, вон еще торчит трактор, я не показал, маленький он все время на чистке у нас навоза но недавно прицепили к нему вон, видите, прицепили сзади этот ну как он культиватор ротационная такая дискатор, короче, ротационный сзади стоит вот он у нас еще и обрабатывает там землю мама на нем работает она обрабатывает землю там, где сеет овощи картошку и так далее вот это нужно было тоже сделать ну, и он же одновременно чистить навоз то есть, как бы ну, я вам скажу, что чем меньше людей тем желательно больше тракторов по большому счету это вот такое правило еще очень важный момент что при таком наличии тракторов как у нас как минимум вот при таком идет распределение всех моточасов на большее количество тракторов и нет такого износа тракторов и износа и траты моточасов как если бы это было меньше тракторов поэтому это тоже неплохо потому что например когда так делятся моточасы то трактор может там 200 моточасов набрать за полгода а то и больше эксплуатации а если более плотно то он наберет эти 200 моточасов легко за месяц вот вот такие вот дела поэтому я бы не сказал что у нас так много тракторов вот их достаточно но часто бывает совмещение каких-то функций например одновременно мы дискуем землю вот сейчас мы оставляем например чистое поле после ржи но там надо после ржи сразу мы хотели забросать полевой горох и задисковать это значит тоже и желательно это сделать пока земля не высохла то есть сразу а в это время нужно подцепить дискатор тоже работать еще один трактор будет занят ну вон еще ДТ-шка стоит видите вот ну ДТ-шку куда по асфальту ездить там не получится так что вот такие вот дела по поводу агрегатирования и по поводу количества тракторов это немного в общем-то хотя хозяйство у нас относительно небольшое ну как небольшое все-таки у нас 600 гектаров как бы поэтому это тоже надо учитывать что их надо все окучить ну все вот такая у меня утренняя вам зарисовка по поводу количества тракторов всего вам доброго до свидания до свидания до свидания до свидания до свидания Продолжение следует...